Азербайджан и дальше будет предпринимать серьёзные шаги для развития армии. Об этом заявил президент Азербайджана, главнокомандующий вооружёнными силами Ильхам Алиев, на церемонии передачи боевого знамени воинской части десантников в рамках визита в Кельбаджанский район в День вооружённых сил. Глава государства отметил, что уже заключены новые контракты на закупку самого современного вооружения. Эти контракты уже реализуются. В Азербайджан завозится новое вооружение и самая современная техника. «Наши позиции на границе с Арменией будут ещё больше укрепляться. Если Армения задействует свою старую тактику в деле определения границ, попытается тянуть время, то в итоге она пожалеет об этом. Мы внимательно следим за действиями реваншистских сил в Армении. Пусть они тоже это знают. На вершине той горы написаны мои слова. Железный кулак на месте. Пусть никто не забывает об этом. Поражение Армении в войне должно стать для них уроком. Они считали, что их армия непобедима и распространяли слухи. Мы показали, что они не могут противостоять азербайджанской армии. Они считали, что Азербайджан никогда не сможет вернуть свои земли военным путём. Мы развеяли этот миф. Мы показали, что там, где есть сильная воля, где есть единство народа и власти, где есть военный патриотизм, перед нами никто не устоит. Если в Армении вновь появятся реваншистские силы, они должны знать, что их ждёт». «Глава государства отметил, что ведущие державы мира уже приняли реалии послевоенного времени. Армения также должна принять эту реальность. Азербайджан имеет сильную армию. Азербайджан – сильное государство», – подчеркнул президент. «Сегодня мы все с гордостью отмечаем День армии в Кельбаджаре. Кельбаджар был оккупирован в апреле 1993 года. Потеря Кельбаджара была большой трагедией со стратегической точки зрения. Мы без единого выстрела освободили Кельбаджар, вернули родину. Сегодня в Кельбаджаре идут строительные работы. Я приезжаю в Кельбаджар во второй раз. Инфраструктура Кельбаджара, электроснабжение, водоснабжение, строительство домов уже начинают восстанавливаться». В ходе своей поездки президент Ильхам Алиев заложил фундамент санатория Истису в Кельбаджарском районе. Лечебно-оздоровительный комплекс Истису будет построен на площади 34 гектаров и сможет принимать 300 человек в сутки. Здесь планируется построить 10 коттеджей. Санаторий, пришедший в непригодность во время оккупации, будет полностью отреставрирован в новом виде. И ему будет возвращена былая слава, уверен президент. «В первую очередь планируется построить новый завод по производству воды. Некогда знаменитая вода Истису снова будет производиться Азербайджаном и экспортироваться. В прошлом году я ознакомился здесь с разрушениями и поручил построить новую гостиницу и лечебницу. Здесь, в посёлке Истису. Ведь в советское время сюда приезжали тысячи людей, чтобы отдохнуть, поправить здоровье и насладиться этой красивой природой». В ходе поездки в Геогельский, Кельбаджарский и Лачинские районы глава государства ознакомился с проводимыми работами на автодороге Тоганалы-Кельбаджар, Кельбаджа-Лачин, на 110-киловольтной электрической подстанции Горчу и со строительством Лачинского международного аэропорта. Президенту Азербайджана был представлен проект водохранилища «Хакари-Чай» в Лачинском районе. Глава государства принял участие в открытии новой малой гидроэлектростанции «Кельбаджар-1» и Н-ской воинской части Министерства обороны. Также президент Ильхам Алиев заложил фундамент Кельбаджарского комплекса музеев оккупации и победы. Центр цифрового управления завода по производству воды в Кельбаджарском районе побывал на строящейся малой гидроэлектростанции «Черак-1». Здесь глава государства был проинформирован об электростанциях, строящихся в настоящее время в районе. Продолжение следует...